Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком», том 4, вопрос 1354. Разбор ответов Амбросия Юрасова. Книга 2, вопрос 302. «Можно ли лечиться мочой?» Отвечает Амбросий Юрасов. Это делают люди не церковные, язычники или еретики. У святых отцов сказано «Ловитяне в пост едят мясо и пьют мочу». Некоторые люди, которые лечатся мочой, ссылаются на Библию, где написано «Каждый пей своего источника». Но в Библии говорится о другом, не об излечении от болезни. В те времена колодцев в Израиле было мало, вода была на вес золота, и каждому рекомендовалось выкопать свой источник, колодец, чтобы пить свою воду. В книге Левит 5, 3 и 7, 21 сказано «Все то нечистое, что выходит из человека, если он принимает снова внутрь себя, то оскверняет его. Потому пить мочу нельзя, для исцеления у нас есть святая вода», комментирует Игнатий Тихонович Лапкин. Этот ответ взят дословно без купюр. Притча 5, 18. «Источник твой да будет благословен, и утешайся женою юности твоей». Притча 9, 18. «И он не знает, что мертвецы там, и что в глубине преисподней, зазванные ею. Но ты отскочи, немедленно мести, не останавливая взгляда твоего на ней, ибо таким образом ты пройдешь воду чужую. От воды чужой удаляйся, и из источника чужого не пей, чтобы пожить многое время, и чтобы прибавились тебе лета жизни». Книга Песней, 4, 15. «Садовый источник колодезь живых вод и потоки Сливана». «Источником священное писание называют законную жену, а незаконную – тесным колодезем». Притча 23, 27. «Потому что блудница – глубокая пропасть, и чужая жена – тесный колодезь». Отец Самвросий пытается опровергать тех, кто неправильно понимает места писания, и, как всегда, сходу начинает фантазировать, как Мюнхгаузен, что вода, где была на вес золота. Это было только в осажденных городах». Бытие, 24, 19. «И когда напоила его, сказала, «Я стану черпать и для верблюдов твоих, пока не напьются все». Бытие, 24, 46. «Она тотчас спустила с себя кувшин свой на руку свою и сказала, «Пей, и верблюдов твоих я напою». «И я пил, и верблюдов моих она напоила». Иоанна 4, 7. «Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. И Иисус говорит ей, «Дай мне пить». Прок на ум, 3, 14. «Начерпай воды на время осады, укрепляй крепости твои. Пойди в грязь, топчи глину, исправь печь для обжигания кирпичей». Дело совсем швах, по-немецки плохо, у Ивановского Архимандрита со знанием Библии. И он достоин тяжкой эпитемии согласно Вселенских соборов. Шестой Вселенский собор, правило 19. «Предстоятели церквей должны по вся дни, наипаче же во дни воскресные, поучать весь клир и народ словесам благочестия, избирая из Божественного Писания разумения и рассуждения истины, и не приступая положенных уже пределов и предания богоносных отцов. И если будет исследуемо слово Писания, то неинако да изъясняют оное, разве как изложили светило и учители церкви в своих писаниях. И сими более да удостоверяются, нежели составлениями собственных слов, дабы при недостатке умения и всем не уклониться от подобающего. Ибо через учение вышереченных отцов люди, получая познание о добром и достойном избрании, и о неполезном и достойном отвращении, исправляют жизнь свою на лучшее, и не страждут недугом неведения, но, внимая учению, побуждают себя к удалению от зла и страхом угождающих наказаний соделывают свое спасение. Конец цитаты. Притом, отец Амвросии сходу придумывает еще одну басню, что будто бы каждый должен был копать колодец, и что у каждого двора должен быть свой колодец. Отец Амвросии. Я, мирянин, простец Игнатий Лавкин, православный христианин, приглашаю вас на свои занятия, которые я веду в университете уже 12 лет. Приезжайте. За обучение с вас ничего не беру, кроме благословения. И на лето к нам в строящийся православный поселок Потеряевка. Здесь мы будем поить вас чистым словесным молоком. За телесную пищу не возьмем ни копейки. И тогда вы будете кормить своих овец с божественной пищей, а не своими выдумками, которые Писание опять же называет блевотиной, как говорит Иоанн Златоуст. Исаии 28.8 Ибо все столы наполнены отвратительной блевотиной. Нет чистого места. Вы постоянно цитируете неверно Слово Божие. 2 Петра 2.22 Но с ними случается по верной пословице. Пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи. Мне говорят, я постарел. Неправда, то не мой удел. Хочу уверить вас, друзья, Я не старею никогда. Стареет хижина моя, Но эта хижина не я. Седеют волосы, Так что ж, седой в советнике хорош. Глаза тускнеют, не беда, Я вижу Господа всегда. И верю, следуя за Ним, Его десницею храним. Своей безжалостной рукой Лицо мне время бороздит. Пускай в душе моей покой Оно ничуть не возмутит. И сила есть еще во мне Идти к обещанной стране. Слабеют ноги, ничего. Прошла их резвость и пора. Трясутся руки от того, Что мало сделали добра. Неясно говорят уста, Так слушать я могу Христа. Но внешний бренный человек, Как водится из века в век, С последним словом на устах Умрет и превратится в прах. И будет мирно там лежать, Пока Господь придет опять. А внутренний он с каждым днем В познании истины растет И обновляется во всем От силы в силу он идет. Скажите, нужно ли стареть, Когда возможно молодеть? Когда ж разрушится мой дом, В котором я теперь живу, Тогда явлюсь я пред Христом В небесном радостном краю. Там отдохну от ратных дел И докажу, не постарел.